Общечеловеческие ценности как основа Идеалов воспитания Общечеловеческие ценности – это ценности, которые принимают большинство людей, не связывая их ни с конкретным обществом или культурой, ни с конкретным историческим периодом. Платон, Аристотель, другие великие философы древности стремились обосновать облик идеального человека как средоточение фундаментальных ценностей. Основой их в большинстве философских сочинений древности признается добродетель. Конфуций, 551 479 до Н.Э. Понятие добродетели раскрывал через синтетическое качество – Жень, которое проявляется в более частных качествах – справедливости, верности, искренности и дыр. Из этого качества Конфуций выводил и свой идеал воспитания, благородного мужа, причем воспитание, по его мысли, должно играть в становлении качества более важную роль, нежели происхождение. Есть вселенские, вечные, проверенные тысячелетиями принципы добра. Бескорыстная любовь, всепрощающая искренность, всеобемлющая доброта, неподкупная честность, спокойная мудрость, сокровенная истина, смирение, помощь, подвижничество. В основе всех мировых религиозных учений лежит принцип воспитания фундаментальных добродетелей. Многое об этом сказано в Ведах, Библии, Коране. В Декологе, десяти заповедях, которые, по преданию, Бог передал людям через пророка Моисея, четыре определяют отношение человека к Богу, а шесть – отношение между людьми. Ввиду своей обобщенности заповеди практически являются общечеловеческими ценностями. Вот они. Чти отца твоего и мать твою. Не убей. Не прелюбодействуй. Не кради. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Не пожелай добра ближнего твоего. 83. Раздел 1. Общие основы педагогики. Христианство дополнило их учением о любви к ближнему, изложенным в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой, в этом основная, хотя и не вся суть христианской любви как общечеловеческой ценности. Кроме этой ценности называются. Верность поставленной ценности. Способность к состраданию. Участливость. Чувство надежности. Чувство надежности. Безопасности. Убежденность. Стремление сотрудничать с другими. Мужество, упорство в достижении цели, энтузиазм, активное отношение к жизни, справедливость, вера, верность, чувство товарищества, способность прощать, дружелюбие, вежливость, великодуши, готовность прийти на помощь, святость, честность, стремление, инициативность и нахочивость, оптимизм, доброта, любовь, преданность в дружбе, послушание. Терпение, миролюбие, настойчивость, радостное восприятие жизни, готовность уповать на Бога, целеустремленность, способность к раскаянию, умение не падать духом, уважительное отношение к окружающим, чувство ответственности, почтительность, способность к самодисциплине, мудрое отношение к своему достоянию, чувство благодарности, готовность доверять, надежность, безкорысти, мудрые отношения к Богу. Универсальной ценностью является свобода В принятой Генеральной Ассамблее ООН в 1948 года, всеобщей декларации прав человека, первая статья провозглашает Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах Свобода, равенство, братство провозглашались фундаментальными ценностями и раньше, например во времена Великой Французской революции Они, а также многие другие основные права и свободы были записаны и в Конституции СССР 1936 года, Сталинской, есть они и в Российской Конституции 1993 года Вопрос в том, как провозглашенные нормы соотносятся с реалиями жизни Свобода в современном мире – понятие условное Это легко понять хотя бы из факта материальной зависимости людей Не может быть свободен человек, если он не свободен экономически, если он зависим от работодателя или системы Естественно, зависимость от «куска хлеба» негативно сказывается на полноценном развитии лучших задатков личности И хотя в цивилизованных странах человек имеет достаточные основания для развития своих способностей и дарований, поскольку его труд вознаграждается материально и морально в соответствии с производительностью, он тем не менее ограничен в своих возможностях К тому же обывательские оценки человека строятся на 84 Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания Учёте его материального благополучия Отношение к человеку в соответствии с материальными ценностями, которыми он владеет, бездуховный и бесстыдный цинизм, попирающий свободу личности Проблема ценностей привлекает все большее внимание педагогов Подходов к её решению много Свои мнения высказали ведущие российские учёные Взгершунский, Энды Никандров, Эмв Богуславский, Иэн Сизимская, Эли Новикова и Дыр Предельно обобщённо рассматривает вопрос Вокараковский Его набор ценностей, человек, абсолютная ценность, семья, труд, знания, культура, отечество, земля, мир, Караковский восстать человеком Общечеловеческие ценности, основа целостного учебно-воспитательного процесса М.1993. Овладение этими ценностями должно составлять сердцевину воспитания современных школьников Иной набор ценностей у авторов, прогностической концепции целей и содержания образования Стремление к истине, социальное благополучие общества, социальная справедливость, нравственные гуманистические нормы, приобретение знаний, уважение к умельцам и талантам, порядочность в крупном и в мелочах, собственное достоинство, ценность личности, здоровье своё и окружающих, сохранность природы и возможность ею наслаждаться, Социальная активность, нравственное здоровье коллектива и общества, ценность других народов, их специфики и культуры, доброжелательность в отношениях и взаимопомощь Гуманистическая направленность научно-технического прогресса Авторы понимают, что, разумеется, перечень неисчерпан и система открыта Примерное содержание воспитания школьников Рекомендации по организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы М.1976 С.49 Американская исследовательница Пуайт из всего спектра ценностей делает упор на гражданских добродетелях В этой базовой ценности она выделяет достаточно краткий набор Надежда и уверенность, мужество, самоуважение и самопочитание, дружба, доверие, честность, порядочность и воспитание гражданственности Уайт Пи Си Вик Виртуэс энд Паблик Скулинг Эджекейтинг Ситрзэнс Форэ и Демократик Сэрэ Сайрти Традиционно большое внимание уделяют ценностям английские педагоги В фундаментальных трудах, обильно издаваемых на Британских островах, проводятся регулярные ревизии на соответствие ценностей нынешнему этапу развития общества 85. Раздел 1. Общие основы педагогики И будущим планам его улучшения Как следует из аналитического обзора группы английских исследователей В иллюз инэджекейшн эндэджекейшн ин в иллюз L.1996 Актуальными являются следующие группы Фундаментальные, либеральные, ценности свободы, равенства и рациональности Духовные ценности как интегративное качество, своего рода отношение к миру Моральные ценности, объединяемые развлечением добра И зла Экологические ценности, ценности политической демократии, прежде всего гражданственность Ценности искусства, здоровья и здорового образа жизни Авторы подчеркивают, что необходим, интегральный подход К воспитанию этих ценностей, формирование целостной личности, всестороннее развитие личности Это полностью совпадает с требованиями отечественной педагогики, в основе которых, всестороннее Развитие личности, комплексный подход к воспитанию Шотландский консультативный совет по куррикулуму, киррикулум, это содержание обучения вместе с его методами и формами, разработал документ по проблеме ценностей, в Illusion Education Ирнес-Си-Си-Си-Пейпер-Фор-Дискошерн-Энд-Дивилр-Пэмрнт Донди, 19-91 Почеркивается, что, ценности пропитывают всю образовательную деятельность, ценности не всегда усваиваются сознательно, что, мы вряд ли достигнем полного согласия относительно ценностей Ценности разбиты на группы Ценности учения, уважение к себе и забота о себе, уважение к другим и забота о них, чувство принадлежности, социальная ответственность Вопрос ставится в конкретном, практическом плане Как в школе в рамках совместной деятельности воспитывать необходимые человеку и обществу ориентации Система воспитания должна соответствовать реально функционирующей в обществе системе ценностей Можно утверждать, что воспитание человека в духе этих ценностей и есть правильное решение проблемы целей воспитания Несоответствие приводит к тому, что побеждать будет система тех ценностей, которые реально вознаграждаются в жизни Однако, приняв существующую систему ценностей и сориентировав на нее воспитание, мы рискуем никогда не возвыситься в общественном и личном развитии 86. Ценности и цели воспитания Ценности и цели воспитания Сколько же ценностей, сколько выведенных из них целей нужно поддерживать и реализовать в школе? Ясно, что сосредоточиться необходимо на немногих наиболее важных, базовых ценностях Но по-прежнему актуален вопрос, каких Заимствовать какой-то набор ценностей из какого-то одного источника, по-видимому, никак не удастся по вполне прагматической причине Разброс мнений будет все же велик, и не только по деталям Сейчас, когда пишут Общечеловеческие ценности, многие фактически читают Западные ценности Но в 1993 года американец Хантингтон, проведя анализ 100 сравнительных исследований о ценностях в различных странах Заключил, что западные ценности имеют самый низкий статус во всем остальном мире, Хантингтон SPH The Clash of Chevely Zations Slash Slash Fauri Nerfers 1993 Вол 72 Номер 3 R22-49 Сейчас в мире популярна идея поликультурности, сохранение многообразия культур при принятии большинством людей некоторых общих базовых ценностей Это может быть, например, мозаика, ценностей, хотя базовый набор такой, мозаики, по-прежнему спорен, гершунский псменталитет и образование М.1996 С.1996 С.32 Отдельно следует сказать о национальных ценностях Существуются национальные ценности, на которые следует ориентировать воспитание Выводы, к которым склоняется мировая педагогика, отрицательные Общечеловеческие ценности ставятся выше национальных, поскольку они признаются подавляющим большинством людей во всех странах мира Этот вывод нельзя смешивать с требованием придавать воспитанию национальный характер Оно было всегда актуальным для российской школы, важность его не снижается и в условиях рыночных преобразований Выводы многих исследований показывают, что в условиях интенсивного обмена между странами усиливаются космополитические тенденции, способствующие снижению национальных чувств, стиранию национальных особенностей Уже Гдеушинский выдвигал требования усилить внимание ко всему русскому в программах и учебных пособиях Его идеи поддерживали и развивали Певкаптерев, М.М. Рубинштейн, Сегессин, другие видные педагоги Подчеркивая свою временность поставленных к Гдеушинским вопросов, они особо 87. Раздел 1. Общие основы педагогики Отмечали правомерность выдвижения родного им языка в качестве стержня национального воспитания Оно должно быть национальным Каптерев Пев Новая русская педагогия, ее главнейшая идея, направление и деятели ПБ.1914 14. 145 В современных условиях национальное воспитание прежде всего связано с возрождением патриотизма, как неоднократно подчеркивает в своих выступлениях президент РФ Путин Возрождать воспитание нужно с национальных ценностей Акад Эндоник Андров по этому поводу пишет Здесь сразу же возникает проблема соотношения наших, российских, ценностей и ценностей общечеловеческих Разумеется, можно философствовать и теоретизировать в любом направлении Но если взять реальную жизнь, я с трудом представляю себе, чтобы воспитание сразу же опиралось на общечеловеческие ценности Жизнь, родина, добро для ребенка начинаются всегда с его ближайшего окружения Лишь потом начинается постепенное расширение его горизонта Между прочим, именно так ставится вопрос в Конвенции о правах ребенка, 1991 года, где об образовании сказано, что оно должно быть направлено на Воспитание и уважение к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизации, отличным от его собственной, статья 29 Поэтому, может быть, не стоит так часто и так бездумно повторять слова об отвлеченных общечеловеческих ценностях, а чаще думать о ценностях наших, российских Никандров Н.Д. Общечеловеческие ценности и воспитание и слэш-слэш педагогика 1997 Номер 6 Ценности современной молодежи Проектируя воспитательный идеал, нельзя не обращать внимания на ценности, которые принимает нынешняя молодежь, идеалы, которые она считает значимыми для своего дальнейшего развития Исследования выявляют довольно пеструю картину, и она правильно отражает истинное состояние Молодежь далеко не однородна и разброс ценностей находится во всем возможном спектре, от примитивных до возвышенных Для понимания механизма образования идеалов и возникновения ценностей у подрастающего человека рассмотрим диалектику их замещения с возрастом 88 Ценности современной молодежи Процесс развития, расширения, сознания человека и соответствующего изменения его ценностных ориентаций проходит следующие стадии 5-й краткий уровень, универсальные ценности, духовное, расширенное сознание 4-й краткий уровень, общечеловеческие ценности 3-й краткий уровень, общественные, гражданские, национальные ценности 2-й краткий уровень, семейные, родственные, ценности 1-й краткий уровень, эгоцентрические ценности, самоутверждение Каковы же ценностные ориентации современной молодежи? Под ценностными ориентациями понимаются важнейшие элементы внутренней структуры личности, подкрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отделяющие важное, существенное для человека от несущественного В этой связи литовский проф Кбетинос выделяет три системы, ценности трансцендентные, социоцентрические, антропоцентрические К ценностям 5 Гоуровня относятся Душа, бессмертие, вера, любовь, надежда, покаяние и т.п. 4 Гоуровня, свобода, равенство, братство, труд, мир, творчество, гуманизм, согласие и дыр Базовые ценности воспитания, самореализация, автономность, удовлетворение, польза, откровенность, индивидуальность Конкретизируя духовные ценности, СГРОВ включает в их состав этические, эстетические, героические, гуманистические и альтруистические При создании психодиагностических методик к определению ценностных ориентаций личности типичным является подход, когда школьникам предлагается перечень понятий, из которых необходимо выбрать приоритетные Например, американская школьная служба, Гайденс, предлагает подросткам следующий перечень Внешность, честность, успех, образование, семейная ответственность, престиж, свобода, соблюдение закона, собственность, власть, здоровье, равенство, деньги, творчество, любовь В одном из исследований, Е. Апамыткин, 1999, старшеклассникам предлагалось выбрать главные ценности из такого списка Разнообразные удовольствия, семейное благополучие, социальная справедливость, верность, признание и популярность, выгодный брак, порядок в стране, доброжелательность, власть и влиятельность, послушные дети в семье, взаимопонимание 89. Раздел 1. Общие основы педагогики Между гражданами, помощь тем, кому она необходима, личная безопасность, спокойная старость, благополучие страны, гармония с природой Как и следовало ожидать, разброс выборов школьников оказался большим Фактически присутствовал весь спектр мнений Это означает, что воспитание пока не оказывает значительного воздействия на формирование личности школьников Цель воспитания Любое воспитание, от мельчайших актов до широкомасштабных государственных программ, всегда целенаправлено Без цельного, ни к чему не стремящегося воспитания не бывает Цель воспитания, это то, к чему стремится воспитание, будущее, на достижение которого направляются его усилия Целем подчиняются все Содержание, организация, формы и методы воспитания Поэтому проблема целей воспитания относится к числу наиболее важных в педагогике Выделяются общие и индивидуальные цели воспитания Цели воспитания выступают как общие, когда они выражают качества, которые должны быть сформированы у всех людей, и как индивидуальные, когда предполагается воспитание определенного, отдельного, человека Прогрессивная педагогика выступает за единство и совмещение общих и индивидуальных целей Цель выражает общую устремленность воспитания При практическом осуществлении она выступает как система конкретных задач Цель и задачи соотносятся как целая и часть, система и ее компоненты Поэтому справедливо и такое определение Цель воспитания, это система решаемых воспитанием задач Задач, определяемых целью воспитания, обычно много, общих и конкретных Но цель воспитания в пределах отдельно взятой воспитательной системы всегда одна Не может быть, чтобы в одном и том же месте, в одно и то же время воспитание стремилось к различным целям Цель, определяющая характеристика воспитательной системы Именно цели и средства их достижения отличают одни системы от других В современном мире существует многообразие целей воспитания и соответствующих им воспитательных систем Каждая из этих систем характеризуется своей целью, равно как и каждая цель требует для реализации определенных условий и средств Широк диапазон различий между целями, от незначительных 90. Цели воспитания в истории педагогической мысли Изменение отдельных качеств человека до кардинальных изменений его личности Многообразие целей лишний раз подчеркивает огромную сложность воспитания Цели воспитания следуют из воспитательного идеала Но хотя они и выводятся из идеальных представлений, они реальны, практичны В их формировании находят отражение объективные причины, практические возможности Закономерности физиологического созревания организма, психическое развитие людей, достижения философской и педагогической мысли, уровень общественной культуры задают общую направленность целей Возможности педагогической системы задают конкретную постановку целей История педагогики – это длинная цепь зарождения, осуществления и отмирания целей воспитания, а также осуществляющих их педагогических систем Из этого следует, что цели воспитания не являются раз и навсегда заданными, не существует и формально абстрактных целей, одинаково пригодных для всех времен и народов Цели воспитания подвижны, изменчивы, имеют конкретно исторический характер Они всегда соответствуют уровню развития производительных сил и типу производственных отношений Немаловажное влияние на их формирование оказывают и другие факторы Темпы научно-технического и социального прогресса, экономические возможности общества, уровень развития педагогической теории и практики, возможности учебно-воспитательных учреждений, воспитателей, учителей и т.п. Поэтому цели воспитания определяются потребностями развития общества и зависят от способа производства, темпов социального и научно-технического прогресса, достигнутого уровня развития педагогической теории и практики, возможностей общества, учебных заведений, учителей и учеников Цели воспитания в истории педагогической Мысли Борьба вокруг целей воспитания разгорелась уже в античном мире Древние мыслители соглашались, что целью воспитания должно быть воспитание добродетелей Но что считать добродетелью? Платон отдавал предпочтение воспитанию ума, воли и чувств Аристотель говорил о воспитании мужества и закаленности, выносливости, умеренности и справедливости, высокой интеллектуальности и моральной частоты 91 Раздел 1 Общие основы педагогики Якоминский безгранично верил в силу воспитания Эпиграфом к сочинению «Материнская школа» он взял слова Цицерона Основа всего государства состоит в правильном воспитании юношества По мнению Якоминского, воспитание должно быть направлено на достижение трех целей Познание себя и окружающего мира, умственное воспитание, управление собой, нравственное воспитание, и стремление к Богу, религиозное воспитание Английский философ и педагог Дж Локк считал, что главная цель воспитания – сформировать джентльмена, человека, умеющего вести свои дела мудро и предусмотрительно Этот джентльмен должен быть, кроме того, человеком деятельным и инициативным, обладать острым умом и практическими знаниями Французский материалист Гильвеце утверждал, что в основу воспитания должна быть положена, единая цель Эта цель может быть выражена как стремление к благу общества, т.е. к наибольшему удовольствию и счастью наибольшего количества граждан Задача воспитателя – раскрыть их, граждан, сердце для гуманности, а их ум для истины и сделать, наконец, из них, граждан Здравомыслящих и чувствующих людей Сформировать патриотов, прочно связать в сознании граждан идею личного блага с идеей блага национального Жрусо твердо стоял на позициях подчинения цели воспитания формирования общечеловеческих ценностей Воспитание необходимо человеку потому, говорил он, что тот появлялся на свет беспомощным и слабым Задача воспитания – создать человека Жить – вот ремесло, которому я хочу учить его, воспитанника Выходя из моих рук, он будет, соглашаюсь с этим, не судьей, не солдатом, не священником Он будет прежде всего человеком Всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае необходимости, так же хорош, как и всякий другой И, как бы судьба не перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте Эписталаци, швейцарский педагог-демократ, считал, что цель воспитания – развить способности и дарование человека, заложенные в него природой, постоянно их совершенствовать и, таким образом, обеспечить, гармоническое развитие сил и способностей человека Немецкий философ Икант возлагал большие надежды на воспитание и видел его цель в том, чтобы готовить воспитание как завтрашнему дню Дети должны воспитываться не для 92. Цели воспитания в истории педагогической мысли Настоящего, но для будущего, возможно, лучшего состояния рода человеческого, ты е для идеи человечества, и сообразно его общему назначению Последователь Канта немецкий педагог Эфрейн конкретизировал эту цель Воспитание должно выработать из воспитанника истинно хорошего человека, восприимчивого ко всему заслуживающему внимания, умеющего с пользой работать для своего народа, человека добросовестного и искренно, глубоко религиозного Немецкий педагог Эгербард цель воспитания видел во всестороннем развитии интересов, направленном на гармоническое формирование человека Идеал воспитания – добродетельный человек Рассматривая эту цель как вечную и неизменную, Гербард имел в виду воспитание людей, умеющих приспосабливаться к существующим отношениям, уважающих установленный правопорядок Русские социал-демократы предложили миру свое видение целей воспитания В Габелинске в 40-х года 19 вписало воспитание борца с крепостничеством и царизмом Айгерцин был убежден, что цель воспитания – подготовка свободной, деятельной, гуманной, всесторонне развитой личности, борющейся с общественным злом Н.Г. Чернышевский ставил перед воспитанием благородную цель – подготовить человека общественного, идейного, прямого и честного, с разумной долей эгоизма, понимая под этим своеобразное сочетание личного с общественным «Мы смело высказываем убеждений», – писал великий русский педагог Г. Д. Ушинский, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями, – Ушинский и Г. Д. Человек как предмет воспитания Сочи М.1948 Т.2 С.557 В русской дореволюционной педагогике цель воспитания выводилась из трех начал Православие, самодержавие, народности Автор дореволюционного, курса педагогики, дидактики и методики, Атихомиров следующим образом определял цель воспитания Разумный и добрый человек, вот незаблемая и бесспорная цель воспитания, как понимает ее и Слово Божие, и здравый смысл народа Таких же взглядов придерживался и другой известный педагог, М. Димков Громадную роль в жизни людей, писал он, играют религия и нравственность Нравственное поведение человека во многом зависит от влияния 93. Раздел 1. Общие основы педагогики Этих культурных факторов Укрепление их влияния составляет задачу нравственно-религиозного воспитания, Димков М. Курс педагогики М. 1916 Ч. 2 С. 6 Народность – важное требование русской дореволюционной системы воспитания В учебной книге по педагогике, вышедшей в 1913 года, ясно сказано, что молодое поколение надо воспитывать для общества Создать свободных и полезных членов общества, делающих ему честь своими делами, повышающих его силу, улучшающих его качество, в этом существенная цель всякого воспитания, начиная с примитивнейшего военного и кончая сложным культурным, начальный курс педагогики М. 1913 С. 4 Цель воспитания в современной школе Среди неприходящих целей воспитания есть одна, выражающая его наивысшее предназначение – обеспечить каждому человеку, появившемуся на свет, всестороннее и гармоническое развитие Ее отчетливая формулировка встречается уже у философов и педагогов-гуманистов эпохи Возрождения, но корнями своими эта цель уходит в античные философские учения В разное время в понятие всестороннего гармонического развития вкладывается различный смысл Педагоги-гуманисты эпохи Возрождения Ф. Рабле, М. Монтэнь в содержании всестороннего развития включали культ телесной красоты, наслаждение искусством, музыкой, литературой Такое воспитание мыслилось уже не для избранных, а для более широкого круга людей У социалистов-утопистов Тэмора, Тэкомпанеллы, Эрауэна, Осен-Симона, Шафурье идея всестороннего гармонического развития приобрела иную направленность Они выдавинули идеал формирования личности в условиях освобождения от частной собственности на средства производства, впервые потребовали включения труда в процесс всестороннего гармонического развития, соединения воспитания с трудом Французские просветители 18 в Гельвеце, де Дидро, развивая эту идею, включили в понимание всестороннего развития умственное и нравственное совершенство Русские революционеры-демократы Айгерцин, в Габелинске и НГ Чернышевске считали, что проблема всестороннего воспитания народа может быть полностью решена только революцией, после уничтожения экономического и политического гнета 94. Цель воспитания в современной школе Более 70 лет отечественная педагогика и школа несли на своих знаменах цель всестороннего и гармонического развития личности Многое было сделано для ее полной практической реализации Но выполнить намеченные преобразования так и не удалось Всесторонне развитая, гармоничная личность не была сформирована Теперь известны причины неудавшегося эксперимента, подавления прав и свобод личности, жесткая регламентация воспитания, его излишняя идеологизированность, забегание вперед реалий, отрыв от жизни Нынешняя школа вынуждена идти на некоторое сужение целей Но от главной цели воспитания, формирования всесторонней и гармонически развитой личности, отказываться бы не хотелось Разумной альтернативы всестороннему и гармоническому воспитанию нет Оно по-прежнему остается идеалом, к достижению которого, с учетом допущенных ошибок, будет стремиться новая отечественная школа При разумной организации И поддержке всего общества эта цель вполне достижима В нашей стране в качестве главной цели учебно-воспитательного процесса традиционно выдвигалась подготовка высоко квалифицированного специалиста, способного с наибольшей эффективностью работать на производстве на благо государства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова